Добрый день! Сегодня мы посмотрим на свежую трёшку от компании Dayan Janchi Pro M. Много лет назад Dayan Janchi произвёл революцию среди кубиков 3х3. На нём было поставлено много мировых рекордов. Он был очень популярный и до сих пор продаётся в магазинах головоломок. Хотя уже, естественно, давно не актуален. Это мой первый профессиональный куб Dayan Janchi. Я туда почему-то купил 55 мм, так как только такой был в наличии. Стандартный размер был 57 мм. В 2017 и 2018 годах компания Dayan пыталась возродить данную модель, выпустив Janchi 2017 и 2018. Но те кубики были посредственными, я даже не стал их сейчас искать. Они были без магнитов и так в сердечковой трёшке получались. Здесь же Janchi Pro M магнитный топовый куб. Сравнивать мы его будем, ну, наверное, всё-таки с прародителем Dayan, чисто для интереса. Со вторым Tengun. По комплектации они наиболее похожи. И по ощущениям с MS3 V1. Для тех, кто ждёт от меня видео про Square MGC, сразу скажу, что будет в 304-м анбоксинге. Как я и планировал. Сейчас я выхожу на финальную стадию тестирования, но пока своего мнения говорить не буду. Я про него помню. Но вернёмся к Dayan. Коробочка похожа на предыдущие модели. Janchi Pro M. 3х3 куб. Опять. Опять. Здесь красные надписи. Старше 3х лет можно только собирать. Трёшку. Это, видимо, код товара 530059. И бывает в чёрном пластике и в цветном. Ну, мне, естественно, в цветном. Открываем коробочку. Здесь достаточно стандартная компоновка. Кубик. И коробочка с аксессуарами. Также, так как модель топовая, есть карточка. Janchi Pro M. Наверное, так надо. Наверное, это круто. Посмотрим, что у нас в аксессуарах. Сразу отмечу, по сравнению с недавним Tornado V2, который я похвалил за то, что более современные стали названия, вот эти все Pro и M уже не пишут у Dayana, всё по-прежнему. Приставки Pro, буковки M, пора уже от них избавляться. Немагнитные кубы давно не актуальны. Их стоит рассматривать только для картины, либо ультрабюджетный сегмент для массового обучения. Ну, для самой дешёвой трёшки. Нормальные кубики, все магнитные. Так что здесь Pro M. И всё, больше ничего нет. Открываем коробочку. Здесь много всякого. Мешочек. Всё, вроде бы. Мешочек. Стандартный, даяновский. Кажется, такой же был в Гухонге. 4M. Отверточка. Знакомая. Что-то новенькое, в виде вот такого ключика. Красного. И две бумажки. Одна бумажка. Это, видимо, метод Фридрих. Не открывал. Да, тут всё есть. По-английски и по-китайски. Вторая бумажка рассказывает нам о системе регулировки. К ней вернёмся чуть позже. Сам кубик 56 мм, 78 граммов. Такой же по размеру, как MS3V1 и на пару граммов полегче. Цвета вполне стандартные. Но я сравню с чем, к примеру, с Тэнгюном. Зелёный посветлее. Оранжевый примерно такой же. Синий чуть светлее. Красный похож. Но белый, кажется, с каким-то другим оттенком. Не такой кипельно-белый, как на Тэнгюне втором. И жёлтый чуть поярче. Оттенки немножко другие. Возьмём MS3. Ну, здесь тоже отличается. Ну, общая схема всё та же. Наклеечка золотая. Логотип не напечатан, а просто приклеен. И уже начал отрываться. На Тэнгюнах логотип был чёрный. На Гухонке четвёртом серебряный. На Жанчи Про М золотой. Повращаем. Кубик приятный. Не особо громкий. Очень быстрый. И хороший. Делаем одну сборку. И начинаем разбираться с внутренним строением. Вернее, с системами регулировок. Что-то здесь пособираем. Ну, как-то так. Отличный кубик. Я открутил на нём больше тысячи сборок. Дело в том, что мой старенький телефон LG, который у меня был лет пять, загнулся. А там был 200 таймер, на котором я уже начал крутить тысячу. Продолжить было невозможно. Я купил новый телефон и начал крутить тысячу заново. Там был сборок 200, наверное, не больше. Ну, в любом случае, я довел до тысячи. Покрутил ещё чуть больше. Так как длинный период был тестирования. Это вообще кубик путешественника вместе со Сквайром. Из Китая приехали в Тамбов. Из Тамбова я их взял с собой в командировку на остров Сахалин. И вот и трёшку, и Сквайр в самолёте я тестировал, вращал. Вспоминал, как Сквайр собирается. И несколько сборок трёшки тоже сделал. Как раз из-за этой командировки я не смог опубликовать это видео тогда, когда хотел. И вы увидели сборку Октайдра Даяновского. Надеюсь, не сильно вы расстроились. Но теперь время пришло. Рекордов я не поставил. Возможность того, что я долго искал нужную настройку. Или урывками собирал эту тысячу. Ну, как-то так. Предполагаю, что если открутить ещё тысячу, то какие-то рекорды и будут. Первые сотни сборок я, как обычно, кручу на заводских настройках. И эти заводские настройки мне не понравились совершенно. Что-то часто такое стало случаться, но пришлось настраивать. И тут возвращаемся вот к этой бумажке. Здесь у нас есть три степени, вернее, три возможности регулировки пружин, крестовины. Ну и стандартная регулировка магнитов. С магнитами всё понятно. Здесь система такая же, как во втором Даяне. Это барабан. Второй Даян имеется в виду Тенг Юн. Здесь такой голубенький, вроде бы, барабанчик. Здесь он стал красненький. Чем хорош этот барабан, опять же, по сравнению с Торнадо В2. То, что мы можем обычной отверточкой покрутить с этой стороны и с другой стороны. Тоже переставиться в нужную позицию. На Торнадо и многих других надо крутить с каждой стороны. Мелочь, а приятно. Здесь циферки от 1 до 3. 1 самая сильная магнитная фиксация. 3 самая слабая. Я в итоге остановился на цифре 1. Изначально идёт на циферке 2 завода. И это состояние вполне приемлемое. Я просто попробовал и 1, и 2. Третье состояние для меня слишком слабое. И в итоге осталось на единичке. Хотя мне, наверное, подошло бы какое-то промежуточное значение между 1 и 2. Но 5 степеней настройки есть в Торнадо В2. В Даяне только 3. В чём-то лучше система в удобстве, в чём-то вот в тонкости настройки чуть хуже. Дальше. Система настройки не магнитов, а всего остального. Мы можем крутить болтик. Можем крутить вот этим ключиком центральный элемент. И можем ещё по-другому его тоже крутить. То есть три различных способа настройки. Дистанцию, жёсткость и, ну, просто болт крутить можно. Посмотрим внимательно на то, что скрывается под крышечкой. Вот это красная пластиковая штуковина. На ней видны цифры 1, 2, 3, 4. Мы видим центральный болт, который можно регулировать отверткой. Ну, или родной Даяновской. Не знаю, зачем они оставили такую возможность. Вряд ли кто-то ей захочет пользоваться. Это просто как в старые добрые времена. Но я перед тем, как записывать это видео, посмотрел на протяжении прошедшего месяца чужие обзоры. Я редко это делаю, но у меня возникла такая потребность. Дело в чём. Вот маленький ключик. Опять красный. И можно, с одной стороны, вращать центральную часть. И это похоже на нумерику систему от ГАНов. Я не помню, на какой цифрке эта регулировка была с завода. Но кубик для меня был слишком тугой. Поэтому я его ослаблял и в итоге дошёл до цифры 4. Естественно, так нужно сделать на каждом из 6 центров. Как это происходит? Проходят тонкой стороной ключа. Мы надавливаем на центральный элемент и поворачиваем. А и меняем на другую цифру. Определяем именно по этому носику у болта, на какую цифру он смотрит. Такая степень регулировки. Вращать можно как по часовой, так и против часовой стрелки. Вот я вернул на цифру 4. Вряд ли вам видно. Опять всё одноцветное. На Торнадо В2 было лучше. Проще было различать. С этим понятно. Но у нас есть ещё одна функция. Мы можем другой стороной этого красного ключика совместить вот эти вот прорези с выступами на элементах центральных. и здесь вращать по часовой стрелке. Я сейчас вращать не буду, но расскажу свои впечатления. Здесь я не вижу, как распознавать, в каком состоянии находится сейчас вот эта регулировка. Это раз. Как я понимаю, здесь тоже четыре степени. Крутить можно только по часовой стрелке. Против часовой нельзя. И один такой момент. Я какой-то центр смог покрутить, послушать эти щелчки, а какие-то не смог. Я не особо слабый физический человек. Но этот ключик неудобный. Ну, возможно, он удобный, но вот эта вот регулировка очень тугая. С ним просто проскальзывали пальцы, и ничего не вращалось. Либо вращалось вместе с центром. Не разобравшись с этим, я и стал смотреть чужие обзоры. И там выяснилось, что люди столкнулись с подобной же проблемой. И просто вращали потом отверткой винт, чтобы добиться нужной себе регулировки. Я полагаю, что, возможно, это лишь на некоторых моделях такое тугое вот это вот вращение. Их, кстати, можно руками тоже умудриться прихватить и повернуть. Но только по часовой стрелке. Это у нас Tension Adjustment. Также здесь четыре клика можно сделать. Но у меня не вышло. Поэтому то, что я смог покрутить, я постарался вернуть в то же положение. Вроде бы у меня это получилось. И больше этой регулировкой я не пользовался. Это явная недоработка этого кубика. Dayan Janchi Pro M. И, наверное, это единственный минус данной модели. В остальном, мне удалось своими регулировками добиться того, что этот кубик стал максимально похож на мой любимый MS3 V1. В итоге, что мы имеем? Вполне хорошую систему регулировки магнитов, но такую уж, как в Tengu 2. Могли бы сделать и пять положений. Сейчас уже многие этого добились. И Tornado V2, и VRM 2021. Там вроде тоже пять. Но, видимо, дизайнер Dayan подумали, что лучший враг хорошего и оставили как есть. Тройная система регулировки, ну, по мне, не самая лучшая. Если Numerical, вот эта регулировка хорошая, тут спору нет. Крутить болтом, ну, уже не тот год, чтобы крутить болт и настраивать на глазок. По мне, сейчас уже регулировки должны быть такие, что ты, глядя под крышечку, уже понимал, в каком состоянии у тебя что-то находится. А не как вот эта вот двойная регулировка на VRM'ах, RSTM 2020, где нужно считать щелчки, и чтобы узнать, что у тебя сейчас есть, нужно круг прокрутить, чтобы заново щелчки считать. Это я считаю, ну, уже не современно. И то, что одна из регулировок очень тугая и не поддается той самой регулировке, которой хотелось бы, и также визуально не видно, что там происходит, это минус. Получается одна адекватная регулировка, которой мне хватило. Ну, не хватило бы, я бы покрутил винт. Или дальше бы стирал себе пальцы, пытаясь регулировать по часовой стрелке. Поэтому, закрываем центр, и давайте сравним строение. Ну, сравним с Жанчи, оригинальным, у Си 55 мм, и с Тэнгюном 2-ым. Начнем с ребер. Справа, в цветном пластике, с Жанчи Про М, слева в черном, классический Дайян Жанчи, который я купил в 2015 году. Ну, если приглядеться, что-то знакомое и похожее есть, но элементы, естественно, разные. Синим барабаном, это Тэнгюн 2-ой, с красным Жанчи Про М. И здесь уже сходство гораздо больше, но все равно деталька переработанная. Уголки. Опять классический Дайян черный. Красные капсулки Жанчи Про М. Ну, тут уже мало похожие элементы. Синие капсулы от Тэнгюна 2-ого. Сходство больше. Мы видим даже вот этот рисунок. Сеточка волнистая. Одинаковая. Ну, поменялся цвет капсулы. И строение ножки стало другим. Когда-то был стереотип, что если кубик называется Дайян, то он должен попить. То есть из него должны вылетать элементы. На удивление, Тэнгюн 2-ой, в той настройке, которая меня устраивала, этим иногда страдал. То есть редко-редко, но элементы вылетали. Я его слишком расслабил. Жанчи Про М я сделал, наверное, еще более расслабленным. Ну, либо на уровне. Но здесь ни разу элемент никакой не вылетел. Да, за более чем 1000 сборок 2 или 3 флипа угла все-таки произошло. Но это было в первой половине тысячи. Во второй уже, я не припомню такого, регулярно его собирал. И все было комфортно. Давайте сделаем еще одну сборочку. Я напомню, что Дайян выпустила много трешек. Из них есть немало хороших. Тот же самый первый, Дайян Тэнг Юн. Замечательный куб, и им остается. У него нет никаких там регулировок, но он кубик отличный. Также куб без регулировок Гухонг 4М. С более слабыми магнитами, но чувствуются они достаточно. Очень хороший кубик. Тэнг Юн 2-ой. Ну, как по мне, кубик тоже неплох, но я им что-то не корчу, так как нашел кубик получше. И Жан Чи Про М. Кубик, который не без недостатков. Я не могу сказать, что он кардинально лучше, чем Тэнг Юн 2-ой. Но я смог, даже несмотря на неработающую настройку, либо у меня ее просто не получилось настроить, несмотря на это, я смог настроить его лучше, чем Тэнг Юн 2-ой. Так что это можно считать как плюс. Собираем. И подводим некие итоги. Стоит ли покупать Жан Чи Про М. Если вы фанат Даяна, то, наверное, да. Глянцевый пластик, все хорошо. Не знаю, тут сам ли я поцарапал, либо он приехал таким. Небольшой дефектик. Но, скорее всего, я его где-то притер. А так, все замечательно, только вот логотипчик отклеивается. Но это не самый дешевый кубик. Есть кубы, которые доставляют не меньше приятных эмоций, стоят гораздо меньше. Те же Гухонг 4М и Тэнг Юн 1-ой. Отличные кубики средней ценовой категории. Как я много раз говорил, и говорю в каждом своем видео по кубикам 3х3, если вы только планируете купить себе нормальную головоломку с магнитами, хорошую трешку, независимо того, на сколько вы собираете, стоит обратить внимание на два куба Yuxin Little Magic магнитный и Meelong 3M. На них можно собирать на мировом уровне. Когда уже собирать на них надоест, можно рассматривать более дорогие модели. А вот эти вот кучи регулировок, они на самом деле нужны не так часто и далеко не всем. В качестве первого хорошего куба естественно покупать Жан-Чи Про М не стоит. Если сравнивать Жан-Чи Про М со свежим Торнадо В2, то Жан-Чи понравился мне побольше. Единственное, этот чуть меньше, чем хотелось бы, этот чуть больше, чем хотелось бы, было бы что-то посередине, но наверное 56-55,5 мм размеры мне все-таки поближе. Ну и главный вопрос. Что же лучше? Жан-Чи Про М или МС-3 В1? Я не покупал Ган-1, с ним сравнивать не буду и пока покупать не планирую. Так что сравню с моим любимым кубиком МС-3 В1. МС-3 лучше. Они очень похожи. Мне удалось настроить Жан-Чи Про М примерно так же. Но сейчас я специально перед записью покрутил и тот кубик, и другой. И все-таки МС-3 нравится мне больше. В нем нет регулировки магнитов, в нем они сразу идеально настроены. Это хорошо. И вот я еще сомневался, покупать ли мне ВРМ-2021. Наверное, нет. Не буду. Пока компания Мою не начнет делать нормальную систему регулировки, именно не магнитов, там наверняка она неплохая, а вот пружина. То, что их эта старая двойная регулировка давно устарела. А если там что-то поумнее придумали, напишите, вдруг я заблуждаюсь. Не хочу. Я верю, что кубик, наверное, хороший, но не хочу поддерживать. Да и тяга к трешкам у меня сейчас не так велика, как бывало. И мне сейчас кажется, что будет куда разумнее взять мой старый добрый МС-3 В1 и открутить на нем тысячу, две, три, пять сборок. Это будет интересней. Ну и улучшить свое время. Потому что сотка самая лучшая у меня все-таки на МС-3 В1. Он остается моим основным кубом 3х3. Жанчи Проэм кубик неплохой, но пора взрослеть с названиями и можно кое-что доработать. Я не удивлюсь, если вот этот недочет с регулировкой именно крестовины исправят в последующих партиях. Будет там все помягче, поудобнее. Но вот у меня экземпляр такой. Говорю как есть. Я записывал несколько сборок на камеру, сделал несколько удачных и потом заметил, что камера не включена. Поэтому вот вам пара сборок попроще. А на этом у меня все. спасибо. Всем пока. Субтитры Субтитры Субтитры